Витя Бронюк меня поздравил с днём рождения, но как-то так, сухо поздравил. Нет, у нас очень хороший шоу-бизнес. Он хоть и маленький, но у нас как-то все пытаются внутри, по крайней мере, держать какую-то такую очень приятную, милую линию и улыбку. Было много, наоборот, позитивных. Мне Тина Кароль тогда написала после первой пародии, потому что у меня же были пародии на Мару. Мару вообще написала, она чуть с матами написала, но она сказала, блин, Ловчик, классно, в общем, офигенная пародия. И последняя пародия, ну, не последняя, которая была, потому что танцы сейчас всё время отнимают, которая была по поводу того, что все мои коллеги ушли в депутаты, потому что я единственный ведущий, который не стал депутатом в этой стране. И все тоже мне писали, ой, классно, смешно и всё остальное. Поэтому нет, звезды как-то у нас нежданно-негаданно, но они очень хорошо реагируют. Но это крутая, это вообще крутая ниша, потому что звезды, их троллинг, прожарка и то, что я изнутри шоу-бизнеса, а не просто человек извне, это придает изюминки. Поэтому мы готовим, правда, ещё сейчас несколько, несколько таких пародий, скажем так. Это я сейчас делаю анонс небольшой, поэтому, надеюсь, никто не обидится. Но я всегда говорю, ребят, если вы обижаетесь, я живу в Канаде, поэтому... Я шучу, шучу, не живу, я живу в Канаде. Сами они не обращались к вам, вот сделали у меня пародии, многие, потому что это... Я не могу сейчас раскрывать имена, но это имя уже звучало сегодня. Вот, это такой, ну, достаточно известная звезда в украинском шоу-бизнесе, да. Иракли Макацария, с которым мы очень хорошо в хороших таких отношениях, он мне... Он всё равно не пишет, а он пишет латиницей, потому что он же грузин, ну, реально пишет латиницей. Я всё время читаю его сообщения немножко с грузинским акцентом. И он пишет, брат, скажи мне яму, давай мы сюда до следующей раз, делаем, не так будет пародий. Не-не, он хорошо говорит, я сейчас скопирую его, смешно. Не смешно, вот, но да, то есть есть люди, которые обращаются, это прям... Это прям круто.